Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами заценим Т-55А, которого выложили на продажу за 20 долларов. За голду вы данную машину приобрести себе не можете, такого предложения нет, то есть предложение только для донатеров. Что вы получаете за 20 долларов? Вы получаете машину, вы получаете камуфляж, который в принципе довольно неплохо смотрится на машине, но опять-таки на любителя. Здесь я не буду что-то долго обсуждать, есть аватары минированные, которые ложат сейчас во все наборы. Есть Х5 в количестве целых 15 штук, но только на Т-55А. Да, безусловно, не помогут вам прокачать какую-то ветку, но в то же время помогут пополнить копилку свободки и, соответственно, пополнить себе опыт экипажа элитный. Что касается двух бустеров вот этих, ну есть, да и есть, но если бы они были хотя бы эпические, тогда было бы вообще хоть что-то как-то понятно, а так положили редкие, поэтому здесь немножечко я недопонимаю за такой ценник. Что касается открытого всего оборудования, спасибо большое, потому что на 9 уровне оно действительно денег стоит по серебру, ну и слот в ангаре. Что такое Т-55А и почему лично я не сильно люблю данную машину? Ну, я не люблю данную машину по той причине, что я в целом не очень долюбливаю 9 уровень. Объясню почему. Ты вроде бы уже и не на 8, но ты еще и не на 10. Тебя постоянно пихает к десяткам, которые тебя довольно жестко разбирают, особенно в ситуации с Т-55А. У него довольно неплохое орудие, здесь я не буду спорить, потому что 6,4 время перезарядки с альфой в 310, это действительно классно, действительно круто, и заявленный ДПМ в 2900, это тоже очень хорошо. Время сведения хорошее, качественное, разброс тоже неплохой, и все это с учетом установленного оборудования и амуниции. Но, ребят, следует помнить по поводу того, что мы играем на девятке, и скорее всего, в основном будем встречаться именно с десятками, а не с восьмерками, и нашего бронепробития в 219 зачастую будет не хватать. Можем, безусловно, поменять себе это дело все, добавить целых 11 единиц миллиметров бронепробития, будет уже целых 230. Но тогда, в таком случае, наше орудие будет иметь перезарядку практически в 7 секунд. Хорошо или плохо, не знаю. Я играю именно с повышенным бронепробитием на данный момент, потому что мне лучше гарантированно, ну, пробивнуть то, что гарантированно, но с более высокой вероятностью, назовем это так, пробивать своих врагов, чем перезаряжаться там чутка быстрее. Что касается второго крайне большого минуса по данной машине, это крайне маленький минус по данной машине. Минус 5, углы склонения орудия вниз, это крайне дискомфортно, на неровностях просто ужасно отыгрывается. Теперь, что касается брони по машине. Выглядит она вот таким вот образом. Я не могу сказать, что она здесь прям какая-то есть, это средний танк. Было бы неплохо, чтобы вот эти вот 140 единиц брони, которые есть вот здесь в башне, перекочевали вот сюда вот на верхний бронелист. Бог с ним, оставили бы нижний бронелист с соткой такой, как он есть. Здесь есть комбашня, которую вполне спокойно пробивают и выцеливают, но это только когда от башни вы играете. Да и особо играть от башни у вас не получится, потому что, ну как ты на этом сыграешь от башни? Да, по большому счету никак. Поэтому лупят вас вполне спокойно вот сюда, вот в огромный этот квадрат, который будет виден в прицеле вашего врага, в который входят и верхний, и нижний бронелисты одновременно. Короче говоря, отыгрывать на нем не очень приятно в отношении брони. Углы по бортам типа есть, но по большому счету их нет. Кому они нафиг надо, если сюда дальше продолжай забрасывать, и будешь пробивать гарантированно данную машину. Что самое еще неприятное, что если сюда вам в затылок кинут фугас, ну или куда-нибудь вот сюда прилетит, то крайне красиво пробивается машина, потому что здесь 30, ну а здесь у нас 20. Низ тут тоже 20 миллиметров. Короче говоря, ребят, с учетом еще и низкой посадки машины, забрасывая фугас ему под днище, просто целясь в землю, вам в снаряд будет наносить вот сюда вот довольно-таки не кислый урон, но опять-таки 20 миллиметров брони внизу. Короче говоря, ребят, ну не очень, не очень удобная машина в отношении брони. У него есть конкурент АМХ-30 первый прототип, или прототип номер один, каждый по-своему называет, но опять-таки здесь еще более все картонное, здесь пускай меньше комбашня, но она тоже есть, в корме тоже сущий картон, короче говоря, ребят, машина по броне еще хуже. Но сравнивать надо именно этих двух товарищей, по одной простой причине, потому что на девятом уровне всего два средних танка, относящихся к классу премиум, будем их называть такими словами, как вы видите, других вариантов нет. Есть еще какой-то неизвестный нам Chair Futur 4, что это за машина, да бог его знает, скорее всего что-то тестит сейчас, в игру пока не вводился, когда появится, неизвестно, даже если появится, то неизвестно, кто и как его сможет получить. Все остальное, ребят, это проходные машины, и сравнивать с проходными машинами премиум машин, ну я считаю, не совсем правильно. Вопрос в том, а стоит ли его покупать, не знаю. Т-55А отличается, допустим, от АМХ-30 тем, что у него заявленный ДПМ выше, но насколько он реализуем, здесь под вопросом. 219, но как вы видели, добрали до 230, здесь 232 изначально заявленных. Альфа та же самая, те же самые выстрелы в минуту, та же самая перезарядка, в принципе, машины в отношении орудия очень, очень между собой похожи. Что касается времени сведения, то типа, типа Т-55А чуть-чуть хуже, но я бы не сказал, что вы это особо ощутите. Играю на АМХ, и поверьте мне, особой разницы я не чувствую. Скорость машины типа уступает, но тоже не особо. Ну что касается подоходности, да, всего лишь 135% против 140. То есть ни та, ни другая машина к фармерам не относится. А вот по проценту побед, обратите внимание, несмотря на то, что ребят играет большее количество, процент побед при этом тоже больше. Как правило, наоборот, потому что типа, меньшее количество игроков играет на данной машине, значит, играют в основном более подкованные ребята, которые умеют этой машиной пользоваться и, соответственно, дают лучшие результаты. Но нет, здесь сейчас как раз и не срослось. Обратите внимание, на 1460 игроков у них 56% побед против 53% побед на Т-55А, на котором любят ездить 440 игроков. Мне почему-то кажется, что вот эти 440 игроков это не суперскиловики, которые прям жестко разрывают рандомные бои. А вот здесь вот в 1460 игроках явно не скрываются все 1400 суперскиловиков, которые могут сделать такой вот процент побед по машине. Вот так оно, ребят, и получается, что по большому счету данная машина, она не является суперэффективной. Но мы-то не только за суперэффективность, мы еще за то, чтобы машина удовольствие приносила. И сейчас мы с вами посмотрим, а действительно ли данный аппарат может доставлять удовлетворение от боя. И, наверное, ребят, в совокупности всех вот этих вот аспектов, которые мы сейчас с вами обсуждаем, можно плюс-минус будет сформировать свое мнение по поводу того, а стоит ли данную машину себе приобретать за 20 баксов. Тем более в составе того набора, который сейчас выложили на продажу. Почему я говорю именно тем более в составе такого набора? Ну, потому что есть у нас наборы, в которых, допустим, дают 14 или даже порой 30 дней прем-аккаунта. А с прем-аккаунтами у нас в последнее время не сильно нам везет, потому что их забрали из контейнеров. Ну, допустим, ложат дополнительно 3, а иногда и больше, каких-нибудь контейнеров, типа мистических или собери их все. Ну, что-нибудь типа того. У меня сейчас немножечко, скорее всего, будет притормаживать. Я заранее приношу свои извинения за это. Дело в том, что я сейчас играю через Steam. Steam у меня в последнее время чуть-чуть лагает. Но по-другому я не могу просто показать предложения, те, которые за реальные деньги. Потому что, играя через Wargaming Game Center, я эти предложения элементарно не вижу. Углы склонения орудия вниз, видите, уже не хватает. Я еще никуда не заехал, бляха-муха. Я еще, блин, даже толком никого не увидел из врагов, а я уже не могу по-людски в них прицелиться. Поэтому вот такие вот даже несущественные неровности могут привести к крайне существенному дискомфорту. Ну, а что же уже говорить про то, чтобы, блин, играть как на нормальной СТшке на данной машине? Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. И данная карта однозначно данной машине не подойдет. Ну, может, если вы там на линию тяжей поедете и попытаетесь по тяжам отбрасывать в городе, но с учетом вашей полной картонности, ну, я вам этого крайне не рекомендую. Что касается подвижности. Передвигается, как обычная нормальная средняя машина. То есть сказать, что ты чувствуешь себя там как-то прям ущербно, нет, ты очень классно, бодро ездишь, вопросов нет. Тут как бы спорить не о чем. Но, наверное, это один из небольших плюсов этой машины. Так, танк горит, все хорошо, перезаряжаемся. Я думаю, что этого братца мы отправляем в ангар. Если бы не сейчас поддержка моих товарищей зеленого цвета, я думаю, что меня бы очень быстро сожрали, а так, ребята, поддержали. И по большому счету я им сейчас просто минуснул стволы. Отыгрывать на дальних расстояниях на данной машине действительно приятно. У нее очень хорошая точность. Я не знаю, получится ли показать сейчас это в бою. Ну, просто потому, что у меня есть шансы не доехать до моих соперников, так как мои товарищи из команды уже плодотворно занимаются разбиранием их на запчасти. Но я все-таки попытаюсь подъехать, еще кинуть хотя бы один-два снаряда во врагов, ну и, соответственно, посмотреть потом на плюс-минус какие-то результаты по бою в виде серебра. Хотя на особое серебро на данной машине вы можете смело не рассчитывать. Ровно как и забегая наперед, скажу свое честное и открытое субъективное мнение, данная машина не будет вам предоставлять прям какого-то вау-вау фана. На 10 боев в моем случае только два боя являются действительно какими-то приятными, какими-то интересными. Все же остальное это крайне такие вот, что это только что было? Куда я только что мог ему не попасть, если я полностью четко целился в него в корму? Ну каким образом? Ладно, это такое. Что действительно в машине классное, это диски. Вот диски, крутяк, вопросов нет, выглядят просто суперски. Меня всегда удивляло, почему на этой машине сделали именно такие катки. Такое впечатление, что я езжу на каком-то спорткаре. Ну и честно говоря, фишка довольно неплохая, хотя лучше бы она смотрелась, если бы это был легкий танк с лучшей подвижностью. Итак, 1160 единиц урона. Два сделанных фрага, но это не моя полностью заслуга. Здесь медаль на шею вешать мы не будем. Что касается результатов по фарму, то как вы видите, даже с прем-аккаунтом активированным, всего лишь 15 с половиной. Да, мало урона, но поверьте мне, особо много урона в каждом бою вы на нем просто физически не набросаете. Ну никак. Я не могу сказать, что я прям сильно отстал, но в целом, как вы видите, и немного-то я и набил. Можно набивать на этой машине урон, единственное, что для этого необходимо, чтобы бой сложился таким образом, чтобы вы безнаказанно могли отбрасывать своих соперников. С учетом, я бы сказал, не прям суперской подвижности, надетой при этом на долговатое КД, даже при вашей Альфе, бодро мотаться вокруг соперников, допустим, там, или перемещаться с точки на точку и постоянно откидывать каждый раз, как вы перезарядились, у вас получаться не будет. А плюс к тому, вы не забывайте про существенный уровень дискомфорта из-за малых углов склонения орудия вниз. Как показал предыдущий бой, любая неровность для нас уже засада. Вот сейчас, допустим, я чуть-чуть приподнимусь вверх, все, ствол вниз не опускается. Да, на борт немножечко улучшается, вопросов нет, но все-таки, согласитесь, если играть постоянно бортом, то ты отхватывать будешь тоже довольно-таки не кисло по своим бортам. Поэтому и говорю, что машина больше доставляет дискомфорта от игры, чем какого-то удовлетворения и фана. Если бы при таких углах склонения у нее было более бодрое время перезарядки, допустим, я понимаю, что сейчас я какую-то чушь гаражу, да, что прям еще лучше, куда уж лучше. Но тогда машина хоть что-то плюс-минус могла бы противопоставить врагам. Ну а таким образом отыгрывать на ней постоянно, думая по поводу того, а смогу ли я сейчас прицелиться, но это не есть гуд и не есть кайф абсолютно. Так, кто меня там... Так, спасибо большое, я еще и промазал. Мало того, что я сейчас отхватил от 75-ки, так еще и, блин, нормально в снаряд закинуть не смог без полного сведения. Так, едь сюда. Бураск, красавчик. Гораздо лучшая машина во всех отношениях. Так, отваливаем, отваливаем, отваливаем. Трое товарищей собралось. Ну что, самому оборону здесь держать? Так я ее не выдержу просто физически. У меня сил не хватит и брони. Ну ладно, ребят, что-то помогите, что ли, кто-то, я не знаю, если есть такая возможность, подтянитесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, и туда, и сюда мне никуда нельзя, вы понимаете? Ладно, давай хоть я в тебя там какого-то урона закину и что мне теперь делать? Но этот брат меня точно сейчас доберет, как только перезарядится. Короче говоря, ребят, вот такие бои на Т-55А постоянно. Обратите внимание, что пробивается перед просто на ура. Да, бывают, как я уже говорил, рандомные рикошеты от башни. Видите, вот место, где крепится... Что это у нас крепится? Ну, короче, скобы, да, какие-то, за которые там держаться надо, чтобы залезть в танк. Короче говоря, вот здесь есть рандомный рикошет от башни, но не более того. Да и кто будет целиться в вашу башню, если, в принципе, абсолютно спокойно вам отбрасывают в верхний и нижний бронелист. Поэтому, ребят, я и говорю, что по большому счету машина однозначно не для фана. Для чего она? Ну, не знаю, наверное, для того, чтобы она была в вашем ангаре и, возможно, возможно, вы им являетесь тем игроком, который сможет ее реализовать. Но все же, если вы не настолько рукастый товарищ, то я бы рекомендовал, если уж прям сильно руки чешутся, приобрести себе девятку, средний танк, то лучше рассмотрите АМХ, потому что отыгрывается он приблизительно так же, но побеждать на нем все-таки легче. А на данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор и абсолютно честное мнение про Т-55А, который стоит сейчас на продаже за 20 долларов. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть. Спасибо вам большое за просмотр. Ну и обязательно возвращайтесь на канал. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok